Черчик. Здесь в квартале конструкторов разыгралась трагедия. В результате пожара погибла мать с четырехлетним ребенком. Также сильно пострадал отец семейства. Он находится в больнице. Повезло только старшему из двоих детей, семилетнему мальчику. В момент пожара он находился у соседей. Мы находимся около седьмого дома по улице квартал конструкторов. Дом номер семь. Я домком этого дома. Меня Татьяна Ивановна зовут Воробьева. У нас недавно, буквально два дня назад, произошла такая беда. Вместе выгорела квартира. В этой квартире жили родители, мама с отцом и двое детей. Ну вот старший ребенок находился у нас в этот момент, у соседей. А ночью, с субботы на воскресенье, получилось возгорание по неизвестным. Пока для нас причинам полностью выгорела квартира. И, к сожалению, самая большая беда, что в этом пожаре пострадала мать этого семейства. И четырехлетний ребенок погибли, сгорели. Отец находится в тяжелом, крайне тяжелом состоянии в реанимации. Соседи с нижних этажей обнаружили, что, значит, пахло гарью. Ну, хотя самого дыма не было видно. Потом обошли вокруг дома и увидели, что вот из окон валит дым. Выбили дверь, стали вызывать пожарных. А уже в квартиру было войти невозможно, потому что было такое задымление, что просто не то, что в квартире, а даже находиться в подъезде было невозможно. Стали звонить экстренно в пожарную и в скорую помощь. Пожарные приехали довольно-таки не сразу. До скорой помощи вообще не могли долго дозвониться. И, в общем-то, пожарные приехали. Мы им неоднократно говорили, что в квартире находятся люди. Что мать, отец и маленький ребенок. Сначала они залили все, пытались пожар, значит, потушить. Это довольно-таки продолжительное время заняло. Ну, в общем, пока их там вынесли, уже прошло где-то, наверное, часа полтора. И уже, конечно, никого не могли там уже реанимировать, наверное, и спасти. Хотя попытались оказывать реанимационные мероприятия. Скорая одна приехала и отца увезла. Вторая и третья скорая за материзацию, за ребенком, приехали, наверное, только часа через полтора. Пришлось везти их в больницу на частной машине. И пока везли их на частной машине, они по дороге умерли. Ехал вместе ребенка, держал на руках участковый. Постоянно ему пытался, в общем, это самое, сердце запустить. Дышал ему в рот, в общем, это самое, ну, это уже было бесполезно. Ну, я хотел бы добавить, что я по поводу неудовлетворительной работы специальных служб. То есть скорой помощи, до скорой помощи вообще невозможно было дозвониться с трех телефонов. Мы говорим, три разных, это, трубку никто не берет. Вот более сколько, с двух телефонов, да, пыталась? Вот. Просто никто трубку не берет. Скорая, пожарная, правда, тут же взяли это, тут же выехали, что называется. Но ехали, опять же, почему-то той дорогой, они вот здесь вот прямая более-менее, а у нас разбитая, со стороны разбитой дороги заехали. Это все время. Те, которые задохнулись, мама с ребенком, они на кухне были. И судя по тому, что у нее обожженные руки, она, видать, металась, она, видать, пыталась открыть дверь или окна и выбежала на кухню, уже там упала. А если бы их сразу, вот, а хозяин квартиры, он в очаге возгорания находился, и он живой остался. А те, которые не в горячей комнате, они задохнулись. Потому что их через два часа уже пожар, ну, 0 часов 56 минут я вызвал пожарную, 059 я звонил в скорую. Скорая, короче, я не дозвонился, это бесполезно было. Вот, вот, ну, когда они приехали, я не фиксировал, когда пожар закончился, это было 3 часа ночи. И только потом вынесли? Нет, вынесли чуть раньше, мы уже в 3 часа домой зашли. А мать с ребенком повезли на частных машинах? Ну, факт то, что да, вывезли, вот, одну машина подъехала, скорая, уже когда я обратился, здесь старший пожарник был, ну, кто-то из, со штаба пожарных, я обратился, говорю, мы не можем дозвониться до скорой, ну, там есть люди, вот, вызовите, пожалуйста, по своей связи пожарную, а не это, скорую, вот. Они вызвали, тогда вот приехала скорая, первого Витю вынесли, хозяина квартиры на носилке, и она уехала. Буквально минут через 10, вот, это, следующее выносят, а машины уже нету. Потом это, вот. Пока здесь пытались пожарники ревендационные действия провести, там искусственное дыхание ребенку делать, вот, ну, и всю дорогу, да, пришлось везти на обыкновенной машине, вот, на соседской, ее положили на это, на переднем сиденье, участковый поехал вниз с ребенком. Я только господим. ПES, по- betrayed beginnings, Bug circumference поддержcribedさん. Я я не, даже 7 часам, кто на несколь clase, стоящих везет назад готовился период на улице. Кам judgments zostaали за ревендущиеий. Здесь везти, Citade Boy трампетом, Bro, Фак Han Solo erzähли на субريство своей страны вweг. Там, в Sakий тебе что-тома... Офига за ревены вас是的. Шelim добралась в моей ночи? Факции, привезти, читают будут ей осынавать. Карцана задачи и вы closet Кам... Шемпозим. В видео я снимала свет на дамку, чтобы погасла, что это в полном воде. Там не было на втором этаже, потому что соревнованияли, только после вождения была delta и земля. Тогда это было дамком. Если это в полном воде, то можно было известно, то у нас дамком был в полном воде, но это было поспевом. Такой дамком было в полном воде. Семья, она как-то ругалась с кем-то? Конфликты были какие-то с соседями? Смотрите, председатель Махали нам сказал, что соседи вроде как говорят о том, что они незаконно свет подключили, что-то им отключали, а не подключили. Ну, было такое, да. Я, когда вот это вот уже пожар пошел, я выдернул эти провода, чтобы, ну, обесточить. А как вы считаете, причина пожара в чем? Нет. Дело в том, что сечение, извините, я электрик по образованию и по профессии. Вот. Я вам скажу, что... И еще один вопрос. У нас счетчики сейчас стоят, которые регистрируют все. Момент замыкания это большой ток. И счетчик зафиксирует это. Там 50... Он зафиксирует 50 таких этих... Память в памяти сохранит. Вот. С всплесков. Вот. Это можно сейчас вот взять этот счетчик, к нему подключить компьютер, короче, с определенной программой и все это понять, в какое время, когда было. Было ли короткое замыкание? Если короткое замыкание было, значит, был бы это... Большой ток. Ток короткого замыкания это по-любому был. В общем, пока причина непонятна. Да. Причина непонятна. Скорее всего, я думаю, что... Сигареты. Сигареты. Не потушенные сигареты. Да. Потому что здесь мы это... Потому что мы не видели... В этот день они были бы... Ну, а... Старшего мы взяли к себе искупать. А вот младший... Я до сих пор каюсь, что это... Получилось. Мы посетили председателя Махалинского комитета Диларом Гульфединову, чтобы узнать, можно ли было избежать трагедии. Там нам, как обычно, рассказали, что семья была на контроле. С ней неоднократно проводились беседы по поводу исправления социального статуса, оказывалась помощь в виде продуктов. Также неоднократно с биржи труда предлагали работу. Однако, со слов Махалинского комитета, погибшую не устраивали варианты. На вопрос, была ли возможность забрать детей, председатель заявила, что она говорила об этом погибшей матери, после чего мать бросала пить. Однако, все через какое-то время возобновлялось. А так как председатель сторонник того, чтобы дети оставались в семьях, то более решительный шаг она не делала. Ну, что можно сказать об этой семье? Что семья, в принципе, была не очень благополучная. Родители иногда выпивали. За детьми, в основном, когда смотрели, когда не смотрели. Неоднократно мы, соседи и я, в частности, обращались в Махалю, чтобы на эту семью обратили внимание, чтобы взяли ее на контроль. Но, если честно сказать, что должного внимания, именно вот так, как должна бы, наверное, Махаля оказать, что взять эту семью на контроль, не было такого произведено. В общем, поэтому, вот, в результате чего, наверное, в отсутствие этого внимания, в отсутствие того, что родители не работали, не было, может быть, им помощь оказана, чтобы найти достойную работу, чтобы они могли работать, семью содержать, детей воспитывать. В общем-то, это, ну, вот, получилась такая беда. Ну, вот, благодаря соседям дети были устроены в детский сад, дети посещали детский сад, это только благодаря тому, что, вот, инициатива соседей была, чтобы их устроить в детский сад, посещать. Родители не работали и, к сожалению, вот, и Махаля не очень активную позицию заняла в этом вопросе. Помощь у них была. Карантин, продукты поступали, и неоднократно. От Махалинского комитета? Да, помощь у них была. Они даже очень рады были, продукты были, как и у всех. А какой образ жизни они вели? Ну, как сказать, ну, они выпивали. Я не скрою. За детьми они, как, смотрели. Ну, в первую очередь, конечно, была еда. Витя покупал и бананы, он покупал и йогурты. Вот, предпоследний, перед вот этим случаем, бедой, он заходил к нам в магазин. Это мне моя соседка говорила, что он заходил с двумя детьми, купил им конфеты, печенье, кукурузу. А кто-то пытался, как бы, вытащить их, избавить от пьянства, чтобы они не пили? Беседу проводили все. Ну, я не то, что там кричать, я и по-хорошему, потому что тоже, ну, помощь, что от родных, у нас тоже были, помогали, люди помогали им, пытались. Витя устроился на работу, очень даже был рад, он работал. Ну, вот эта выпивка, да, выпивка была, я ничего, мы пытались. Они говорили, все, бывали периоды, когда не пили, бывали периоды, пили. Но дети у них были, если что-то касалось детей, как говорили, я их пугала, что их заберут, будьте осторожны. Их там, он предупреждал, их махаля предупреждала, что можем решить. Но это хватало, конечно, может, неделями они были, все, дома чистота, убирались, все, как положено. Но потом какой-то опять срыв у них был. Стоит отметить, помощь в организации похорон оказали волонтеры. Мы помогали этой семье, помогали тем, чем могли. Одеждой, постельным бельем, продуктами, Новый год, подарки. Знаем их не так давно, наверное, где-то около полугода. Случилось очень большое несчастье. Погиб ребенок, маленький ребенок погиб. Группа взаимопомощь взялась помочь в организации похорон Лешеньки. Сделали все возможное. Наша искренняя благодарность людям, которые приходили на помощь. Начальнику Черчихского ГАИ, Кибрайскому цеху по производству похоронной атрибутики. Очень большая благодарность этим людям. Помогали все. Помогали просто простые люди. Какова судьба будет у вашего племянника? Так как отец сейчас в больнице, я с ним разговаривала вчера. Ну, я аккуратно все объяснила, конечно, не сразу бум, что было. Я посчитала так, что я, не то что я посчитала, в том плане, чтобы потом ему этот удар не был. Я ему так аккуратненько объяснила. Я сказала, что Арсен пока в данный момент у меня. Но как мы с домком договорились так, как они все равно здесь за ним посмотрели. Дали ему вот садик. Дают какие-то там знания. Уроки там что-то учат его, показывали. Мы договорились так, что якобы они говорят, мы будем его можно, если брать. Но я тоже пока тоже, я решаю тоже, как спозятаться буду с Махалей. Вот сейчас, в данный момент, они сегодня хотят оставить его у себя. Махаля, говорит, сегодня они оставляют, завтра они приводят. Я сказала, чтобы Махаля тоже пришли, посмотрели, как че. Пока папа выйдет, он будет, наверное, у меня. Как вы считаете, кто виноват в первую очередь? Ну, в первую очередь, конечно, виноваты сами родители. В первую очередь, что, наверное, не было у них желания работать, не было у них желания постоянную какую-то работу найти. У них, честно говоря, в общем-то, не очень они пытались работать. И потом, значит, им, может быть, Махаля, ну не может быть, а скорее всего, то, что Махаля на них как бы не очень такие вот внимания обращала. Хотя были неоднократные обращения в Махалю, чтобы эту семью взять на особый контроль, что это неблагополучная семья. То, что, может быть, и пожарные не очень быстро приехали, то, что они не стали сразу же спасать людей, которые там находились внутри квартиры, а стали пожар тушить. То, что скорая приехала очень долго. И вот этот вот все вот понемножку, понемножку все эти вот нарушения как бы или недоразумения привели вот к такому плачевному результату. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok